всем привет это ама сессия с командой хэллэйзерс мы выбрали самые лучшие вопросы которые вы нам присылали и сейчас я задам их игрокам поехали с кого начнем кто первый хочет так ну хорошо давай ваня начнем с тебя кто кто самый секси красивый женский персонаж доте нет таких все пиксельные страшно королева боли я тоже за королеву выбрали илья какие физические упражнения лучше всего подходят чтобы оставаться в тонусе растяжка для спины все закачивать можно себе торс закачивать это как раскачивать типа качком стать ну закачивать фоне там гланочки кланочки выручку качать какие-то базовые упражнения толпы спи достаточно чтобы сеть играли часов боту ты за не ты делаешь да сколько в день уходит времени зарядка минут 30 на максимум вообще утром но это достаточно на день кто еще делает зарядку периодически хорош хорош значит все так резолька вопрос резолюшен после расформирования в п ты выложил фотографии в instagram после чего все подумали что ты снова возвращаешься играть в америку был ли это байт или было какое-то реальное предложение от американской команды да это был байт просто по фану решил поставить нью-йорк чтобы интригу сохранить по факту я был питозаводске но ты вообще не рассматривал да уехать куда американ бойц пока что там сцена довольно мертвая там есть две-три команды на родведом больше к винти крю и и игорь и из остального и меня туда не возьмут поэтому положение не было никита как проходят тренировки рисуете схемы стрелочки на картах или все намного проще никита значит наш капитан готовится к вашим думает от пиками вот подходит дает кол что так то так вырубить героев сказал мужики контенте активные руны балансе после этого мы обсуждаем я сын проиграть если плохо сырали мы обсуждаем и создаем какие-то шаблоны вот съем каких не рисуем ничего такого нет но поначалу да мы идем от простого к сложному первый опыт дота 2 и первая реакция на игру когда это было года четыре назад что ли 5 я не помню когда я начал играть ну я перешел с хона я подумал что это фигня и продолжают так думать но первая эмоция этой игры это то что я играл на тех же героях которые были в хоне то есть мои сигнатурки они были существовали в доте я на них играл думал но новая анимация это иначе все было прикольно но у них он больше нравится но он умер а на каких-то героях тогда играл фоне что рмсф то есть не поменялось какие были первые эмоции ну тебя сразу затянуло в доту ну я играл исключительно трех четырех героев мне не нравились ну да затянуло разве по сей день игра он был лучше а он совсем до мертв ваня личное мнение а может прям история как лучше всего бороться с игровым выгоранием и потерей мотивации на личном примере относиться к игре как к работе и и к эмоциям их просто переживать какое-то время там полчаса условно пережил и работаешь дальше если ты относишься к игре как к работе соответственно у тебя не будет таких выгораний потому что это не твоя личная жизнь и она не должна тебя так сильно задевать лил мил он не думал и лил мил он за всю свою карьеру пересесть на мид еще на старте он активно играл на мидерах да и в пабок сейчас иногда играет в миде мидер нет мидер нет какие скорее тройка тройкой может быть пятерка но пятерка только в какие-то супер уникальные обстоятельствах значит резолька хочу задать вопрос конкретно резолю как ты оценишь насколько ты изменился за последние пару лет как в игровом так и в ментальном плане на самом деле очень сильно поменялся в лучшую сторону опыт игры за виртуз про мне многом научил безусловно я посмотрел в очередной раз совершенно иного ракурса как можно смотреть на игру как можно акцентировать внимание на где-то команды формирования как люди выстраивали его там и однозначно стал намного более опытным и ну и осознанным человеком так сказать поэтому весь опыт который я в принципе имею свою жизнь идет не только плюс никита против кого неприятнее всего стоять на линии давай несколько героев да мало таких героев или игроков хороший вопрос давай и героев и игроков так на позиции будет такая веселье на акаша и ланая игроков еще подумают бокс бокс бадян нуан и и и и еще до пока ну пусть бы только пока почему агрессивные и потому что ну они если бы в команде была девушка как бы ты к этому отнесся и если бы она еще оказалась умнее всех игроков просто знаю что не везде приветствует дам считая что девушки только помехи в моей команде в доте да предположим что есть какая-то девушка игрок которая хорошо играет и довольно умная наверное смышленная ты видишь ее в команде там с собой это не вижу это фантастика что ты хочешь по тонкому льду но он его просто сломал и туда не ну каэси еще я помню вырежем это давайте следующий вопрос каэси еще были проигроки но в доте этого не писали потому что в доте нужно какой момент вы поняли иван что у вас есть все данные для того чтобы стать киберспортсменом и как это повлияло на вашу жизнь я очень долго занимался в одном пола в детстве ну как где как в детстве там может где-то с 12 лет игрой майнкрафт это командная игра мне понравился вот дух соревнования дух команды и параллельно я начал играть компьютерные игры понял что мне понравилось первое мне понравилось играть компьютерные игры все сошлось к одному киберс ну как или сейчас называют киберспорт лил вопрос каждому игроку но я задам его тебе как преодолевать тильт в игре и как расти вместе как команда когда результаты пока оставляют желать лучшего как не распасться и выйти на топовый уровень если говорить про команду то первых нужно иметь в команде людей к с которым тебя комфортно и от которых ты там допустим не эмоционально не выгораешь эти не раздражает и с которым ты можешь там решать проблемы и и просто с течением времени будет получаться играть тут ну что не одно нет ни одного примера реально крутых команд которые которые просто взяли выстрелили ну хотя ладно есть такие команды хотя те же wings они наверно долго играли да wings они играли целый год они они проиграли квалификации на по-моему 15 international они не распались они продолжили играть дальше играли вместе целый год и выиграли турнир вот все все крутые команды которые которые счет отдохстили достигли играет но очень долго те же там те же ликвиды которые сейчас были альянс чуваки там уже два-три играет вместе и вот они пришли к чему-то викинги тоже отличный пример играли теперь три сейчас вот мы все играют сделали там одну замену точечную в начале своего пути и тоже сейчас неплохо в принципе играет вот по поводу выгорания да это все индивидуально нужно просто во первых меньше ожиданий то есть не нужно ожидать что ты там зайдешь и выиграешь это норма если ты проиграешь или что-то пойдет не так и второй чем меньше ты вкладываешь эмоции тем больше ты расстраиваешься поэтому да меньше вкладывать эмоции но другой стороны игра в доту наверно ты играешь доту ради того чтобы испытать эти эмоции поэтому это норма нужно просто быть готовым потому что ты можешь расстроить роман назови героя на котором без раздумий сыграл бы в финале into хороший вопрос следующий да роман не на самом деле на фурионе в любую любую игру сыграл бы даже на финале сто процентов да не шутишь на любой позиции причем 5 4 3 2 1 янг джейм если бы не дота в какой тебе спортивной дисциплине ты мог бы играть на таком же высоком уровне ты поиграешь но иногда какой-то ранг я не знаю я уже давно заходил до 1 я я я стою только в кс и доту так что если не дота то возможно это был в кс на буткемпе играли во что-то кроме доты ну ваня играет какой-то майнкрафт как он называет вагна залетают а во что они мои девочки по полчаса в день майнкрафт очень похоже куда-то зеленая трава в принципе заур лета вышел на учиться трава майнкрафт как же я люблю майнкрафт так что это за игра была геншин и пакт куман вопрос на миллион сколько книг куман прочел за всю жизнь и какая запомнилась больше всего и что мотивирует тебя не оставлять киберспорт кроме желания выиграть два вопроса но про книги я но я особо никакой никакой не запомнилась по поводу доты но мне просто нравится играйте все но перестаньте нравится и не буду играть и все очень просто на си на буткемпе завтра золото что-то при разноравилась домой счастлива такое тоже может быть такси аккуратнее с моей мотивацией играть так это были все вопросы на сегодня скажите мне какие вопросы вам понравились больше всего мы вручим этим ребятам худи мне понравился вопрос про команда строения команда формирования которые люди знали там ответ классный вопрос такой я бы не дал за такой ходит так вот я бы дал в худи если интересно умение за роми вопрос финал давайте еще надо три вопроса от ничоси ну и к заур про книги да 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 там вопрос был кому-то из нас но за уро это заслуживает вот я бы так книгу вопрос и еще два никита давай твой фаворит Дальше я не буду вспомнить пока что. Первый опыт в доту для Кумена был. Да. Про девушку в команде. Отличный вопрос. Про девушку в команде 100%. Хорошо, и еще один. Это, наверное, единственный вопрос, который девушка задала. Возможно. Ответ тоже был великолепный. Как проходят тренировки, рисуете ли схемы? Нормальный вопрос был? Хороший ответ там был? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Они все хорошие. Понимаете, ребята, все хорошие вопросы надо выбрать лучше. Да, значит, все. Победителей мы нашли. Спасибо, ребятки, что смотрели этот выпуск. Надеюсь, вам понравилось. Лайк, колокольчик, подписочка на канал, пожалуйста. До скорых встреч. Ищите нас на канале HellRaisers и Parimatch. Пока.